Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Больше 120 жителей Баевского и Каменского районов прошли медицинский осмотр благодаря мобильным бригадам. Пожилым людям старше 65 лет из алтайских сел оказывают помощь по проекту «Старшее поколение». Как сообщает Министерство социальной защиты, программа диспансеризации позволяет выявить серьезные патологии на ранней стадии, провести дополнительную диагностику и назначить корректное лечение или принять иные меры. В Баевской и Каменской больницах в этом году предстоит оказать помощь больше 600 пожилых людей. Медработники сформируют списки подлежащих осмотру, организуют прием врачей, а мобильные бригады соцработников доставят нуждающихся в поликлинику. В России повысят штрафы за продажу лекарств без рецептов. Как пишут известия, для фармработников и должностных лиц наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до года. Для индивидуальных предпринимателей от 50 до 100 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч рублей. Положительные заключения на законопроект дали Комитет по здравоохранению и Комитет по госстроительству и законодательству. Они рекомендуют принять его в первом чтении. Необходимость введения новых правил связывают с ростом лекарственной наркомании, которая с 2010 года подскочила в 2,5 раза. Особенно она распространена в подростковой и молодежной среде, что впоследствии становится главной причиной перехода на более тяжелые наркотики, считают авторы инициативы. Сырость, влажность, плесень на стенах и протекающая крыша. В таких условиях живут барнаульцы в доме на улице Гущина. Они обратились в нашу редакцию, так как не могут найти общий язык со своей управляющей компанией. В ситуации разбирались мои коллеги. Каждая зима – как испытание на прочность для крыши дома по адресу Гущина 150-24 и для самих жильцов. Уже 8 лет Елена Шушина борется с протекающей кровлей и управляющей компанией, которая, по словам женщины, не помогает решить проблему. Я не знаю, что дальше делать, куда обращаться мне вообще. Я намерена в суд подавать, потому что в этой квартире жить невозможно. Здесь большая влажность. У меня здоровье ухудшилось из-за того, что у меня, по-видимому, какие-то аллергические. Вот из-за этой плесени у меня кашель постоянный, у меня это одышка. В начале марта женщина обратилась в управляющую компанию с просьбой убрать снег с крыши, так как талые воды попадают прямо в квартиру. Специалисты работы выполнили и даже предоставили акт. Однако спустя неделю пузырь с водой только увеличился. В этом году, по словам Елены, воды натекло особенно много. Уже все, у меня уже терпения нет. Надо сливать воду, потому что я боюсь, что это все рухнет. Ежегодно вскрывать потолок и сливать воду женщине помогают специалисты. Услуга платная обходится в 2-3 тысячи рублей. Эти и другие затраты на текущий ремонт, по словам жильцов, обещала возместить управляющая компания. Однако этого не сделала. В квартиру вода пошла, и, получается, стена промокла с двух сторон. Соответственно, откуда-то с крыши. Год назад я сделал ремонт, потому что ждал, тоже писал в жилой инспекции управляющей компании. Никакой реакции, по сути, не было. Все, я взял дома, ремонт сделал. Дозвониться до управляющей компании мы не смогли и решили приехать прямо на место, где располагается управляющая компания «Индустрия». Сейчас времени 3 часа дня, прошел обед, самый разгар рабочего дня. Пойдемте посмотрим, откроют ли нам. Ну вот, видимо, впускать нас не хотят, но мы подготовились заранее. У нас еще есть телефон главного инженера. Зовут его Андрей Александрович. Наберем прямо сейчас. Алло, Андрей Александрович? Да, я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Дарья, телеканал «Катунь-24». Звоню по поводу жалобы жильцов дома по адресу Гучино, 154-24, по поводу крыши, которая протекает постоянно. Меня уже спрашивали сегодня. Хорошо. Нам как-то можете прокомментировать эту историю? Ну вот, видимо, разговаривать с нами не хотят. Сложившаяся ситуация в доме оставляет больше вопросов, чем ответов. Многие жильцы дома на Гущино, 150-24, настроены решительно и готовы бороться за свои права до конца, вплоть до суда. Дарья Кончина, Анатолий Фукс, Антон Еноткин. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканалов в социальных сетях. Хорошего дня. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин